Церемония была торжественной, ведь это памятник ввиду животных, которые удалось сохранить. Сейчас зоологи с уверенностью могут утверждать, популяция зубра некогда почти истребленного на Кавказе восстановлена, и ей уже ничто не может угрожать. Мне очень приятно, что в 95 лет мы стрижаем с больными достижениями. Я не хочу говорить только о нашем зубре, в котором было в 90-е годы, и он был на грани исчезновения, было 135 голов. Всего осталось после Советского Союза, когда их было в 1956-м, 1340. И когда покойный немцев зам Деда Пануки говорил, что популяция исчезнет, если будет меньше 160 голов, на сегодняшний день у нас 1150 зубров. Заповедник – один из старейших в России. Его площадь около 300 тысяч гектаров. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По разнообразию флоры и фауны от особо охраняемой территории не имеют равных среди подобных горных районов Европы и Азии. Здесь обитают около тысячи видов животных, птиц, млекопитающих. Часть обитателей заповедника представлена в вольерном комплексе «Лаура», который был открыт в 2004 году. Не менее интересен растительный мир этой особо охраняемой территории. Здесь произрастает более трех тысяч видов растений. Каждый пятый из них – эндемичное, либо реликтовое. Но часть реликтовых растений в 21 веке заповедник потерял. Почти весь самшит уничтожили вредители. Бабочку-огневку завезли с посадочным материалом в период подготовки города к Олимпийским играм. А использовать химикаты в борьбе с насекомыми на особо охраняемой территории запрещено. Сейчас совместная работа с заповедником. В первую очередь, это борьба с вредителями, которые были завезены еще до проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году. Получили свое распространение, потому что они не были в списке инвазивных видов. Но сегодня очень плотная работа идет и в ЗАГСобрании, и в администрации Краснодарского края. Совместно с заповедником и национальным парком, каким образом остановить это движение, сохранить флору нашего заповедника и Кавказских гор. Через территорию заповедника проходит 11 официально утвержденных туристических маршрутов. Один из самых популярных, так называемая «тридцатка» – от Плата Лаганаки до Дагамыса. Он был проложен еще в советское время. Сейчас название изменили. Это «Эколого-туристический маршрут номер один». Но создавать новые тропы на территории заповедника не спешат. Мы готовы будем открывать некоторые территории, которые не являются заповедными. Для того, чтобы наши люди и население нашей страны могли ближе познакомиться с природой родного края, либо с природой нашей России целиком. Поэтому мы нацелены в любом случае на развитие экологического просвещения, на развитие экологического туризма. Но это будем делать очень осторожно, для того, чтобы не навредить нашей природе. Потому что все-таки нашей основной задачей является сохранение достояния природного и передача его нашим будущим поколениям. Среди ближайших планов – организация фотоохоты для иностранных туристов и выездных семинаров для студентов зарубежных вузов. Такие научные группы часто посещали Кавказский заповедник во времена Советского Союза. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ